Сегодня я хотел бы поднять очень важную тему. Это ключ к решению проблем, которые кажутся нам неразрешимыми. На жизненном пути мы сталкиваемся с трудностями и заходим в тупик, но Аллах тот, кто открывает перед нами эти двери. Например, риск, наше благосостояние. Кто-то переживает материальный убыток, долги, отсутствие работы или же плохая зарплата. Иногда у нас проблемы со здоровьем, а иногда проблемы у нас дома, недопонимания с детьми или супругами, родителями, братьями и сёстрами и с другими дальними и близкими родственниками. Мы пытаемся исправить ситуацию, но ничего не происходит. Все двери будто закрыты, но есть решение. Решение, на которое указал нам Аллах, оно очень простое. Но, конечно же, шайтан навязывает нам сомнения, будто решение проблем не может быть таким лёгким. Шайтан наущает нам, это слишком легко, чтобы быть решением. Тебе нужно что-то большее. Хотя Аллах указывает на очень простое, но требующее усердие. Потому что, если вы больны сегодня, вы не можете ожидать выздоровления уже завтрашним утром. Так не бывает. Взывая к помощи Аллаха посредством дуа и мольбы, когда у вас финансовые трудности, не стоит ждать того, что утром на вас обрушится богатство. Не так быстро. Да, Аллах может всё, но он не сделает этого только из-за кардинального отличия в момент, когда наше сердце отчаянно взывает к нему. Когда человек болен или ему не здоровится, или же проблемы с деньгами, разве он не спешит в мечеть пораньше, взывая к Аллаху, проливая слёзы, со словами, «О Аллах, прости мне совершённое прелюбодеяние, прости мне употребление алкоголя, этого больше не повторится?» С мольбой о прощении сердце смягчается, и мы вновь налаживаем связь с нашим Господом, и Аллах из любви к нам порой оставляет нас в этом состоянии на долгое время, потому Он знает, что когда у нас проблемы, мы близки к Нему, но стоит Ему проявить милость, мы, Его рабы, начинаем забывать о Нём. Таким образом, Аллах проявляет Свою милость, оставляя нас в таком положении. Итак, всё же есть тот самый ключ, открывающий все двери, одну за другой. Ответ прост. Это «Астагуферуллах». И всё. Это и есть ключ. «Астагуферуллах» — это решение многих проблем, если не всех из них. В нашей жизни так часто двери закрыты, и тот самый ключ, что нам нужен, это «Астагуферуллах». Каково же значение «Астагуферуллах»? Это значит, «О Аллах, я стремлюсь к Твоему прощению, прости меня». Среди нас, мусульман, распространено заблуждение о том, что мы должны каяться в грехе только тогда, когда мы сами знаем, что его совершили. Это не так. Это относится к вам не только, когда вы совершаете грехи, или же если вы считаете, что не согрешили. Вам в любом случае нужно произносить «Астагуферуллах», ведь это приведёт вас к благодати этого мира и мира вечного. Именно поэтому мы с вами твёрдо верим в то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был безгрешен и идеален, так как он – лучшее творение Аллаха, лучший из всех пророков. Несмотря на это, изучая его жизненный путь, вы узнаёте, что, согласно хадисам, он искал прощение Аллаха более 70 раз в день, а по версии некоторых толкователей – сто раз. Почему? Для чего безгрешному искать прощение Аллаха, когда ему нечего прощать? Задумайтесь, потому что «Астагуферуллах» – это ключ к успеху в этом мире. И в следующем. Чего бы вам не хотелось в жизни, просите Аллаха о прощении с твёрдым намерением. Не нужно просто сидеть на месте и говорить «Астагуферуллах» по сотне раз в день, не придавая этому должного усердия. Даже произнеся это единожды, но придавая этому всю должную значимость, это будет иметь действительную силу, чем обыкновенное повторение. Именно поэтому мы говорим вам использовать родной язык, будь это русский, казахский, узбекский или любой другой, не имеет значения. Если вы затрудняетесь понять смысл «Астагуферуллах» на арабском, скажите это на своём языке «О Аллах, прости меня». Повторяйте это везде, перед входом в мечеть и на выходе из мечети, после прочтения намаза, находясь за рулём или в общественном транспорте, в доме, во время смены одежды, когда вы заняты чем-либо на работе, везде и всюду просите прощения Аллаха. Повторяйте это по сто раз в день, и двери, что были закрыты, откроются. Напоследок передам вам слова имама Аль-Аузаи для размышления. Не смотри на незначительность греха, однако смотри на величие того, перед кем ты ослушаешься.